Ну, пока включаются слайды, давайте немножко расскажу. Значит, я был в августовском ПДУГе, который в 2016 году проходил, где, собственно, Владимир с коллегами представили АПРУФ, статический анализатор, и я, как человек, интересующийся этими вещами, решил посмотреть на него. Хотя нет, ВРУ, на самом деле мне нужна была просто футболка. О стандартными вопросами, о том, что, когда хочешь футболку, задаешь стандартные вопросы, под какой лицензией опубликован ваш инструмент, или там еще сколько положительных, неположительных, ложных, положительных срабатываний я ее не получил. Поэтому, собственно говоря, из этой ситуации, когда мне очень требовалась футболка, вырос инструмент, который я разработал для получения ее. Давайте начнем. Для начала, что такое АПРУФ? АПРУФ — это статический анализатор, который позволяет анализировать бэкэнд, фронтэнд сайтов. Ну, как правило, все-таки это динамические языки. Пайтон, Джаваскрипт и так далее. То есть он запускается на, грубо говоря, каталоге, анализирует ее, выдает вердикты, ну, отчет с найденными какими-то уязвимостями, уязвимыми компонентами или какими-то, например, конфигурация ошибками. Собственно говоря, этот инструмент свободно доступен, его можно на сайте посмотреть. В нем имеется один из видов анализа — движок фингерпринта. Он именно отвечает за поиск известных версий библиотек, ну, известных в том смысле, что они в правилах закодированы, грубо говоря, с известными уязвимостями в них. Как выглядят правила? Правила в формате ЯРА. Несмотря на то, что ЯРА изначально — это формат для описания бинарных файлов, в принципе, он адаптируется и для текстовых вещей. Собственно, разработчики приняли его на вооружение. Там есть три основных вещи. Это метаинформация, грубо говоря, то, что будет выдаваться в отчете, если нашли уязвимый компонент. Там есть шаблоны, которые ищутся в исходных кодах вашего сайта. Там есть, грубо говоря, формула логическая, которая говорит, вот если такие-то шаблоны были найдены, то да, значит, мы задетектировали уязвимый компонент. Собственно, в инструмент собственные правила достаточно легко добавить либо по определенной папке, либо через менюшку. Как выглядят правила? Например, правила для обнаружения HP файла. То есть метаинформация, где вы указываете, что, собственно, это за правило. Паттерн. В данном случае это простое регулярное выражение с модификатором no case. Значит, мы не обращаем внимания на регистр. И, собственно, условия. Ну, условия здесь простые. Если регулярное выражение сопоставляется с содержимым файла, то все, мы задетектили. У нас правило PHP файл сработало. Дальше, как правило, на это наворачивается следующее правило. Для детектирования определенной версии, определенного пакета, то есть в случае для PHP, RoundCube, WebMail, это выглядит так. Мы ищем конкретную строку в исходниках. И если, опять же, ее находим, то у нас правило срабатывает. А когда мы уже описываем какой-нибудь вектор CVE, мы более расширенно делаем описание, имя компонента, уязвимые версии, custom title, то есть что за уязвимость, уровень уязвимости и длинное описание, что, собственно говоря, в каких версиях, как проэксплуатировать и, может быть, кем найдено. Это все попадает в итоговый отчет, эти строчки. А на уровне паттернов, шаблонов, которые мы ищем в исходных кодах, мы уже определяем, грубо говоря, версию. Естественно, это может выглядеть все несколько иначе, правило, но рекомендованный стиль разработчиков аппруфов было писать правило в таком виде. Могут быть не именно версии, могут быть какие-то не прям строка версии, могут быть какие-то специфичные для этого исходника, для этой версии, строки в файле. Ну, когда они, как правило, это используется, когда нет явного указания версии в файле. Ну, а после определяется простое логическое условие, что это PHP файл, что это round-coup, веб-мейл, и дальше говорится о том, что встречается одна из строк определяющих версии. Версии, естественно, причисляется та, которая подвержена уязвимости. Вот. И имея такое типовое простое правило, что, грубо говоря, какие вопросы могут возникнуть, если мы хотим как-то более-менее автоматизировать генерацию по такому шаблону правил. Нам нужно взять где-то метаинформацию. Мы можем ее брать с известных сайтов описания уязвимостей, где они там все появляются. Как правило, они, конечно, дают по подписке, но никто не запрещает спарсить в HTML и все это добавить. Нам нужно, собственно говоря, уязвимые версии где-то взять. Во-первых, взять список всех версий пакетов, потому что, как правило, в описаниях сказано, ну, все, что ниже определенной версии, все уязвимо. А после вот этой версии, грубо говоря, исправили. А никто не причисляет дословно, что вот там 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4.1. Вот это уязвимое, а все остальное там неуязвимое. И нам, ну, собственно говоря, взяли список уязвимых версий, вытянули все исходники и потом по ним ищем идентификаторы. Во-первых, нам нужно как-то определить, что это за пакет. Если в случае языка Perl, это вообще легко. В случае, там, JavaScript, хорошо, если лежит package.json файл, то там, ну, с JSON все это легко определяется. В случае Python все гораздо сложнее. Я немножко потом на этом остановлюсь. Но там, как правило, тоже есть идентификаторы в хорошо написанных пакетах. Там title, build, автор и так далее. И нам нужно выцепить версию. Опять же, там, грубо говоря, в Perl все хорошо. Но в JavaScript языках тоже более-менее неплохо. В Python, если есть версия, то хорошо. Но если нет, то все плохо. Тут что-то поправили, поэтому у меня теперь ничего не переключается. Ну и в итоге, для того, чтобы все это собрать в единое правило, все метаинформация берется с соответствующих сайтов. Откуда берутся исходники версии пакетов? Хорошо, если есть единый какой-то реестр. Там, мета-сипан для Perl, там, PyPy для Python, для JavaScript это NPM. Например, JavaScript для Python там выдается просто JSON. Список всех версий пакетов, ссылки, которые можно скачать. Мета-сипан там просто ссылки на отдельные файлы можно получить. И скачать, загрузить все эти файлы. Собственно, загружаем, распаковываем, если нужно, пакет. Дальше идет магия поиска идентификаторов в пакетах. Ну, как я сказал, что, например, для Perl все хорошо. Там сразу пакетж и так далее. Для Python, для JavaScript там есть вариации, когда все плохо. И после, найдя там определенные идентификаторы имени пакета версии, грубо говоря, мы заменяем все кавычки на опцию либо одинарные, либо двойные. Все пробелы вместо пробелов вставим какую-нибудь регулярку, которая матчит соответствующие бланки, символы и так далее. Ну, и преобразуем, получаем, собственно говоря, шаблоны. Так вот, грубо говоря, когда я это написал для Perl, у меня там 20 CVE разных, и все шикарно обработалось. Был один пакет достаточно, и не прям пакет, а древняя его версия, чуть ли не 10 лет назад, которая там была, просто уязвимость сказана, что типа все, что ниже, то и уязвимо. Конечно, это не факт, что все, что ниже, то и уязвимо. Но если уйти на 10 лет вперед, то там какие-нибудь странные идентификаторы, когда это все не устоялось, и идентификатор версии пакета, может быть, выглядит не очень стандартным образом, а его, естественно, автоматически трудно спарсить. У питона, там, как правило, все указывается в setup.py, и версия пакета, и так далее. Одна проблема — setup.py не устанавливается, поэтому, грубо говоря, что сканировать, что в нем искать, вы к нему все равно его не увидите, не прицепитесь. Понятно, что по стандарту рекомендуется разработчикам в init.py указывать там version, author, nas.title и так далее. Но из всех просмотров информной пакетов достаточно большое количество вообще просто не содержало этих строк, причем могли не содержать просто даже title, имя пакета. Питон определяет его из имени директории и там смотрит, если в этой директории лежит init.py, то, собственно говоря, вот это и есть модуль. Потом у питона еще есть вопросы с тем, как, грубо говоря, если у нас исходники убрали, остались прикомпилированные файлы. Для JavaScript все хорошо, если package JSON сохранен, если не сохранен, ну, как правило, я понимаю, он все-таки сохранен, начинаются проблемы, похожие на то же, что и в питоне. Там в исходниках может вообще не очень содержаться какие-то стандартные конструкции, определяющие имя пакета, версию и все остальное, а когда нет чего-то стандартного, естественно, все это не автоматизируется. Нужно вручную смотреть, выявлять конструкции, специфичные для конкретной версии конкретного пакета. Собственно говоря, там по такой же схеме автоматизируются другие вещи, типа для языков Ruby, PHP и так далее. Как выглядит сгенерированное правило? Да вот задается модуль, задается CVE-шка, ну и все, а дальше вот уже идентификатор пакета package HTML scrubber автоматически генерируется с соответствующих сайтов, описание уязвимости выцепливается, причем, грубо говоря, компонент version, там, before 0.15 и так далее, это там немножко магии, потому что никто, грубо говоря, не указывал, прям явно так это выцепливается из основного текста. И дальше, после преобразования соответствующей версии, вот на этом пакете можно видеть, что там с версии с 0.15 по 0.1, ну 0.10, был один идентификатор версии пакетов, и он описывается стандартно для Perla, там hour, издается переменная, и дальше какое-то приравнивание. А вот для более старой там был другой способ задать идентификатор версии пакета, но, впрочем, кому будет интересно, может посмотреть в исходниках, как это все делается у меня. Там просто немножко магии регулярных выражений, и по идентификатору version, ну, в общем, очень хорошо работает на Perla вом коде. Вот. А дальше идет простое условие. Собственно говоря, что мы... Это у нас определенный пакет, HTML-скраббер, и матчим одну из версий. По сравнению с тем правилом, которое было написано вручную для языка PHP, можно заметить, что здесь нет, грубо говоря, условия на то, что это Perla файл. Ну, в PHP хорошо у нас есть там открывающий тег, где написано PHP, что-то такого специфичного для других языков, вообще говоря, не всегда можно найти, ну, и в большинстве случаев нету. Вот. Что лично мне не доставало в инструменте, может быть, эти возможности уже начинают реализовываться, и как бы в новых релизах появляются. Это именно сопоставление по пути файла, когда у нас в пакетах может не содержаться никаких идентификаторов названий, собственно, пакета. Он содержится в пути файла, и как там что выцепить, это надо вручную разбираться, смотреть, пытаться понять. Для автоматизации, конечно, этого хотелось бы, чтобы было. И, как правило, там, ну, яро, мы понимаем, что это изначально формат для описания каких-то бинарных файлов, там вообще-то не очень важно, имя файла, не имя файла, там один файл, несколько файлов, там, как правило, один файл. И здесь, если вы обратили внимание, то все эти правила, они как бы были на содержание одного файла. А на самом деле в языках, там, динамических, естественно, у нас может идентификатор версии пакета в одном файле хранится, само имя пакета в другом файле хранился, и хотелось бы как-то описывать, иметь возможность описывать правила, когда, грубо говоря, говорится, что если в этой директории лежат, смачтится несколько файлов, один по такому, другой по такому, или так далее, то мы выдаем срабатывание, да, мы нашли уязвимый компоненту. Так, для тех, кому интересно посмотреть инструмент и написать какие-то, попробовать собственные правила, вот есть публичные репозитории на GitHub, куда, собственно, я коммитил свои правила, и куда периодически сами разработчики что-то добавляют, а кому интересно посмотреть, что же я там такого написал, накодил, можно взглянуть по второй ссылке, если никто не принес тухлых помидоров, то я как бы озвучу язык, на котором это было все написано, но вы можете догадаться. PHP? Perl. Важно, не так плохо. Собственно, все. Вопросы? Да. Ну, то есть, Аппруф – это приложение, которое позволяет проверить фреймворки в основном. То есть, оно не проверяет само приложение, а проверяет вот те проверки, которые используют. Там есть несколько видов анализа. Я рассказывал только про фингерпринт и про написание правил для него. То есть, есть другие, да? Да, там есть другие виды анализа, которые там проверяют конфигурацию и какие-то вещи более серьезные. То есть, такого вы сейчас… Вы сейчас рассказывали просто про методики написания этих правил, да? Да. А почему бы… Неужели так сложно сделать инструмент, который будет реально брать… Ну, банально скрапить все там в ваннерском, CVE-шкин и базы данных и автоматически строить на основе выбранных правил эти правила. То есть, и как бы людям вообще не придется ничего этого делать. Так, в том-то и дело, что несложный. И там я… У меня есть в прототипе, грубо говоря, когда мы постоянно мониторим сайт с CVE-шками и ищем, значит. Вот появилась такая уязвимость в таком компоненте и, грубо говоря, тут же сгенерировали правила и добавили. Можно так делать. Просто, опять же, я описал ситуации, в которых это все хорошо можно сгенерировать автоматом. Естественно, начинаются нюансы. И вот я объяснял с питоном, с джаваскриптом, там все не очень хорошо с точки зрения. Хотя, если пакет придерживается определенного стиля, рекомендованного самими разработчиками официальными, то да, автоматом все хорошо построить. Ну, просто там как? Опять, CVE, все, что ниже версии определенной, все уязвимо. Естественно, вручную не будешь разбираться для каждого пакета, где присутствует уязвимость в глубине веков, а где нет. Поэтому для более новых версий пакета там все автоматом идентификатора хорошо выцепляются, а для пакетов, которые более старые, там разработчики не придерживались выработанного стиля кодирования, указания версии и всего остального. И там уже ничего автоматом не находишь. Приходится залезать вручную и смотреть, что именно поставить, к чему прицепиться, какой шаблон детектировать. Ну, я так понимаю, следующий докладчик. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...